Здравствуйте! Угодность Валентина окуналформа системы программации. Угодность наблюдается на обучениях в участие в своей жизни. Можно разговаривать, но мы, наверное, в каждом месте не очень сильно ориентированы на широкую аудиторию возможных своих таких студентов, интернер-клиентов. Безусловно, университеты сегодня развивают свои научные центры Тоже говорят про междисциплинарность Это тоже вроде бы тренд Но довольно сложно в действительности найти университет Прямо точно показать, что посмотрите, как много здесь появилось новых междисциплинарных центров По-настоящему до сих пор, мне кажется, даже на уровне факультетов, отдельных университетов Все равно чувствуются стены и барьеры Чисто коммуникационные, не то, что люди не могут в реальности встречаться, договориться Просто по каким-то причинам, в том числе и, наверное, в организации пространства Они редко встречаются и редко общаются Но это тоже известно из общей практики Когда сотрудников компании спрашивают, откуда вы получаете свои знания И априори руководство думает, что сейчас они скажут, что получают знания из тренингов А теперь 40% знаний я узнаю от своего партнера или коллеги за чашкой чая в коридоре И вот такие вот силы неформального обучения, не классного обучения Она часто тоже недооценивается А мне кажется, опять же, с развитием электронных систем образования С развитием медийного контента Все больше и больше будет роль как раз таких вот неформальных условий В кампусе для обучения студентов нежели это традиционный, такой фабричный, классный предметный систем То есть я скорее представил, ну, легко могу себе представить, что на далеком горизонте Мы увидим на кампусе множество таких зон Где люди, ну, студенты в достаточно комфортных условиях сидят с планшетами И выполняют то же самое задание, которое раньше они бы сидели и мучительно терпели в течение пары Записывая ручкой и отслеживая движение мелом на доске от своих подавателей Начали говорить про межбисциплинарные аспекты создания таких центров Но тоже хорошо известно, что многие современные университеты Они часто на себя берут миссию развития науки и интеграции каких-то технологических разработок Уступают в альянсе, по сути выступают такими интеграторами технологического развития Создавая специализированные центры А следовательно, я ожидаю, что и российские университеты тоже будут идти по этому пути Тем более, что сегодня явно есть запрос такой стороны компании промышленности Тоже долго и нет смысла говорить о том, как правительство системы отраслевой науки Хорошо там в свое время развита в советский период Но сегодня к университетам явно есть запрос на такой, что где же эти самые новые технологии Куда же на бывательском уровне можно это услышать в таких беседах или в прессе То есть явно от университетов ожидают какого-то чуда Эксперты ожидают от университетов прорывов в преддверии новых технологических волн А следовательно, университеты тоже, я считаю, должны как-то откликнуться И это приведет к появлению новых таких технологических центров Где университеты будут действительно вступать интеграторами исследований Говоря про технологическое развитие, традиционная проблема, озвучиваемая учеными Да и инвесторами, с другой стороны, промышленностью Университетские разработки часто имеют недостаточную степень технологической зрелости И дальше ученый говорит, окей, мне очень нужно дорогостоящее оборудование А инвестор тоже говорит, ну кто же отдельно взятые лаборатории, компании Предоставит такие серьезные инвестиции для капитальных положений И следовательно, мы можем предвосхитить, что будут развиваться центры коллективного пользования Но вот не только традиционные, когда сегодня мы приходим в университет Там стоят дорогостоящие электронные микроскопы Такое типичное научное оборудование Но и центры прототипирования, маленькие центры контрактного производства То есть, как правило, сконцентрированные, я думаю, вокруг определенной технологической области С тем, чтобы все-таки обеспечить загрузку реальную И дать толчок для снижения общих капитальных затрат Развития каких-то научно-технологических классов Продолжение следует...